Мы продолжаем программу «Особое мнение». Меня зовут Карина Орлова, в студии Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, вот у вас ВВП из Татарстана спрашивает, а сомневаетесь ли вы в чем-нибудь, по вам этого не видно. А то по вам этого не видно. Может, что-нибудь со зрением? Может, даже со слухом? Да-да-да, не важно. Нет-нет-нет, я не собираюсь, так сказать, разбор моего персонального дела. Давайте дождемся какого-нибудь профсоюзного собрания и приступим ко мне. Почему профсоюзное собрание? Мне кажется, совершенно. Вас слушатели, он вас спрашивает. Ну, он не видит, а не видит. И все, что же я буду комментировать, оценки кого, кто-то комментирует меня. Странный жанр. Мне кажется, сегодня есть о чем поговорить, кроме этого. Вот, например, когда вы пишете какую-то сатиру, бывает у вас какое-то сомнение, что вы, допустим, перейдете к какой-то грани, свою внутреннюю грани? Вам интересно, есть ли у меня черновики? Есть. Вычеркивали я что-нибудь? Да. Ну, мне правда, это интересно. Ну, я местами слова заменяю или меняю? Нет, смыслы заменяете или нет? Смыслы. Смыслы мне немножечко заменили в детстве. Да? И потом в юности еще помогли. И потом давали еще правильные книги читать. И смыслы у меня уже сложились более-менее. Дальше уже вопрос, да, вопрос того, насколько удается реализовать, так сказать, Божий дар, да, удается ли поставить слова в правильном порядке, удается ли их найти, да. Да, лестничное остроумие посещает регулярно, регулярно после того, как что-нибудь скажу или напишу, да, понимаю, что нужно было сказать немножко по-другому, написать по-другому все время. Иногда такое мазохистическое занятие, значит, правлю уже вышедший текст просто, чтобы тренировочным путем добиться, хотя он уже вышел в не лучшем виде, чтобы тренировочным путем добиться какой-то лучшего порядка слов. Разумеется, я это делаю. Ну вот, смотрите, вы сказали, что, да, вы понимаете всю ответственность, неответственность, возможные последствия за провокации, которые у вас появляются в виде сатиры. А тогда получается, что возможный тот самый ответ, в том числе и физический, на такую провокацию, это для автора, для вас, для остальных, это что, издержки профессии? То есть нужно быть готовым и понимать, что это не издержки. Надо просто отдавать себе отчет, разумеется. Вот вчера и сегодня, после, вот, по случаю большой удачи исламских братьев, оживились местные идиоты, там, и в Фейсбук мне, и в, там, на почту, да, какие-то пожелания, вот, например, нам с вами погибнуть прямо во время эфира и так далее. А им нет за что? А за компанию. Ну что? Значит, Карина, почему же? Зачем же вы отказываетесь? Так вот, так вот, конечно, отдаю себе отчет. Другое дело, что та пуля, которая свистит, как известно, не убивает, и поэтому те люди, которые пишут эти угрозы, они не так опасны, как те люди, которые представляют, видимо, гораздо большую и реальную угрозу. Я более-менее отдаю себе отчет, я взрослый мальчик, я отдаю себе отчет, в какую игру я ввязался. Но вы знаете, вот, тут никогда не знаешь, тут никогда не знаешь, и могли ли думать, да, вот, где, да, в каком месте это прорвет, да, из какого места попрет этот ужас, да, вот люди, которые собрались на летучку в редакцию, в районе Бастилии, да, которые срыли, бог знает когда. Но оказывается, ментальную Бастилию уничтожить гораздо труднее, чем каменную, да, и посреди Парижа вдруг возникает этот ад. Никогда не знаешь, мы живем у каждого века свое средневековье, и мы живем в заложниках в значительной степени все человечество, я сейчас говорю не про себя, разумеется, мы живем в заложниках у этого средневековья, которое нас окружает. Не только во Франции, разумеется, не только во Франции. По поводу же, два слова, тем не менее, по поводу Франции, именно Франции. А почему, кстати, так удивительно, что Франция? Нет, ничего удивительного нет, я сказал, безошибочный выбор цели, символ свободы, один из символов свободы, уж точно символ свободы слова, да, Париж, да, имен Вольтера и Руссо вообще вполне достаточно уже, одного Вольтера было бы достаточно. Слушайте, ну про Вольтера... Париж, который недавно отказался считать Хамас террористической организацией, предложил признать Палестину, да? То есть что, Париж получил по заслугам? Нет. Или как почувствовал себя на месте израиля? Нет, когда мы говорим, получил по заслугам, это заведомая глупость, потому что погибли не те люди, которые принимали это решение. Погибли не те люди, которые предлагали снять с Хамаса статус террористической организации, погибли другие французы. Но я хочу заметить, в Палестине никто не приезжает в Палестину убивать просто палестинцев за то, что они палестинцы, а евреев убивают многие десятилетия просто за то, что они евреи. Это некоторая разница, сформулированная Виктором Некрасовым, читая дискуссии по поводу Бабьего Яра. Так вот, в Париж на денек этот ад заглянул. Как говорится, бонжур, господин Аланд, если этот журбон, в чем я лично сомневаюсь. Но, как сказано было давно и не мною, главный урок истории заключается в том, что никто не извлекает уроков из уроков истории. Водораздел проходит, повторяю, не по религиям, конечно, и не по расам, тем более. Водораздел проходит по инструментарию. Есть западный мир большой. Огромный западный мир от Японии до Чили. Огромный западный мир с западными ценностями. В основе которых, да, вот те самые Руссо, Вольтер в том числе, Лок, Гоббс, с западными ценностями. И есть очень сильно оживившийся и очень сильно поднявшийся на наших глазах за последние четверть века Средневековье. Средневековье с инструментарием уничтожения, очень хорошим. Средневековье, которое вполне осознало свои цели. Средневековье, которое собирается диктовать нам, нам всем. Я сейчас говорю не про Россию, не про Париж. От Японии до Чили. Оно собирается диктовать свои правила. И это очередной вызов, которому человечество в очередной раз оказалось абсолютно не готовым. Абсолютно не готовым. Как всегда, это застает врасплох. А как подготовиться? Вот, например, сейчас, когда это случилось в Париже с исламистами, мы сидим здесь и это осуждаем. А вот когда это происходит в России, когда НТО, православный радикал, совершает свои чудовищные выходки, в том числе сегодня они устроились. Вы знаете, он и его компашка устроили акцию у посольства Франции в России, в Москве. Вы понимаете, какой направленность существует. Правильно, правильно. Они завидуют славе своих исламских братьев. Да, ну так, может быть, стоит как-то этому больше внимания уделять, чтобы оказаться подготовленными. Это одна проблема. Это одна и та же проблема. Европа к этой проблеме оказалась, как мы видим, абсолютно не готовой. О нас говорить нечего. Про нас сегодня... Про нас-то что говорить? Мы... Единственный наш вклад... Наш вклад в этот сюжет, это коктейли Молтова и автомат Калашникова. Это наш вклад в мировую цивилизацию, в технологию общения между людьми. Это наш айфон, автомат Калашникова. Это единственное, что у нас получилось сделать. Жигуль не получилось, а автомат Калашникова получился. Это такая символическая вещь. Только оружие убийства. Орудие убийства довели до совершенства. Я держал в руках эту машинку. Гениальная машинка, да? Из болота, из песка, отовсюду стреляет. Гениальная машинка. Это единственное, чем мы поучаствовали в этом процессе. Ну и еще, конечно, Советский Союз и его наследники в виде нынешних руководителей много десятилетий вскармливали и продолжают вскармливать своей грудью большой нефтяной, денежной, всередоедские режимы. Включая, разумеется, и ближневосточные. В этом смысле, да, это наш вклад в мировую цивилизацию. Но сегодня, вчера, тема была задана совершенно другая. Тема, в которой мы сбоку припёка. Мы на периферии. Мы на периферии. Наши православные кругвеносцы представляют огромную опасность, но только для нас. Эти ребята... Но для нас-то важно... Для нас. Эти ребята, с которыми я вчера столкнулся, да, в полный рост Париж, представляют опасность для всего человечества вообще. Мы... нам бы хорошо научиться... Ну, мы не делаем выводов даже из своих ошибок. На чужих мы точно не научимся. Мы же даже из своих отказываемся делать выводы. Но, безусловно, мы внутри этого сюжета. А какие выводы нам надо сделать? Вот нам. Ну, мне кажется... Мне кажется, прекратить... Прекратить... А ну... Это в пользу бедных. Наш разговор в пользу бедных. Мы ничего не решаем с вами здесь, Карина. Это совершенно очевидно. Ну, тогда зачем нам вообще... Мы участвуем, мы воюем, мы... Обратите внимание, в 2014 году Россия внятно отрезала себя от Запада. Внятно отрезала себя от Запада. И мы сегодня гораздо ближе к авторитарным режимам. И гораздо ближе к опасным режимам, да, чем были раньше. Сегодня мы не одним фронтом, хотя Путин там позвонил Оланду, и что-то двусмысленно вяхнул наш представитель, да, да, но, тем не менее, мы сегодня, конечно, гораздо ближе к тем, чем к другим. Мы не присоединили... Мы оторвали себя от Запада и продолжаем отрывать. И это очень опасно. И все-таки я не могу понять, есть ли в вашем ответе ответ на другой вопрос. Что... Какие выводы по существу нам стоит сделать? То, что мы отрезали себя от Запада, это не вы... Ну, как бы, это констатация очевидная. Это констатация очевидная факта. А вот... Вы мне предлагаете предложить какой-то законоправитель здесь? Я не знаю, мне кажется, что гораздо страшнее для нас это реально Энтео, потому что он ездит с нами, ходит по одним дорогам и... Энтео – это лайт-версия тех моральных уродов, которые устроили стрельбу на улицах Парижа. Все эти православные кругвеносцы – это лайт-версия Мулы Амара и Совета Айетол. Так, может быть, надо побольше об этом говорить, чтобы они потом... Об этом я говорил, могу сказать еще. Да, тут ничего нового я об этом не скажу. Это такие же моральные уроды, очень опасные. Просто те уже накопили ресурсов для уничтожения человечества и для прекращения жизни, да? А эти пока только ломают носы и ходят по обочине. Они очень опасны для нас. Но это симптоматика. Это симптоматика. А я говорю, пытался говорить сегодня не о симптоматике, а о самой болезни. Мы говорим о симптоматике. Талант против убожества. Вот еще один раздел очевидный, который произошел. Талант. Люди убогие, люди, не прочитавшие ни одной книги вообще, кроме пользования коктейлем Молотова, да, и сборки-разборки автомата Калашникова, они уничтожили некоторое количество талантливых и почти гениальных людей. Вот это очередной водораздел. Те люди, которые не могут ничего ни нарисовать, ни написать, ни придумать, ни сочинить, эти люди берут в руки автомат Калашникова и идут диктовать свои правила игры человечеству. И тут общий знаменатель и с Энтео, и с теми буддистами в Мьянме государственными, да, и с Савонаролой, и с кем угодно, и с погромщиками в Кишиневе в начале прошлого века. Это общий знаменатель. Убожество ничего не может, кроме того, чтобы громить и убивать. Они не могут, они не способны составить никакой конкуренции в диалоге, поэтому они берут в руки нож или автомат Калашникова. Это, конечно, имеет прямое отношение к нам, куда ждет. И что с ними делать, мы не знаем. Я вам за оставшиеся 7 секунд не отвечу на этот вопрос. Ну ладно.